В эфире информационная программа «Панорама Севера». В студии Елена Гончарова. Здравствуйте. Возведением одной многоэтажки можно решить вопрос с расселением нескольких ветких домов. Вот только построить многоэтажное социальное жилье в Архангельске все больше мечта несбыточная. Наша съемочная группа разобралась почему. Сегодня в Архангельске по федеральной программе расселения аварийного жилья строятся только малоэтажные дома, поскольку требования закона, по которому в городе могли бы возводиться и многоэтажки, не выполняются. Суть этого требования такова. Многоэтажное строительство возможно лишь при условии, что 70% домов будут оборудованы общедомовыми приборами учета. Если по обеспечению электро- и теплощетчиками архангельские дома этой норме соответствуют, то по установке водосчетчиков картина иная. Приборы имеют только 20% домов. Если до 1 июля 2012 года обязанность по установке прибора учета лежала на собственниках, то сегодня это зона ответственности ресурсоснабжающей организации. В Архангельске таковой является предприятие «Водоканал». Ресурсоснабжающая организация обязана за свой счет установить общедомовой прибор учета и у собственника возникает право в течение пяти лет оплатить данный прибор. В нашей ситуации ресурсоснабжающей организацией является МУП «Водоканал», который все прекрасно понимают, какое тяжелое финансовое положение у него. Установка общедомовых приборов учетов отдельной строкой не прописывается. Эти мероприятия можно выполнить либо за счет прибыли, которую водоканал, но опрямую иметь не может. Зато убытков достаточно. 250 миллионов рублей в год финансовую помощь в решении вопроса мог бы оказать фонд реформирования ЖКХ, выделив средства на многоэтажное строительство при условии субсидирования регионом установки общедомовых счетчиков на воду. Но правительство области на такой шаг не пошло. Более того, расценки на услуги «Водоканала» уже несколько лет занижены на 40%. И об утверждении экономически обоснованного тарифа региональное агентство по тарифам и ценам пока речи не ведет. Таким образом, неэффективное тарифное регулирование и привело к образованию убытков предприятия. В случае, если платежеспособность предприятия в части погашения и основных затрат, и заемных средств, и возможность инвестирования в эту отрасль, конечно, будет заложено в тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП «Водоканала Архангельска». Я думаю, что любой инвестор и любая инвестиционная кредитная организация готова будет прийти в регион. Тогда, возможно, городу не придется из собственного кармана выделять больше 200 миллионов рублей на инженерные сети, чтобы строить новые дома. А расселить предстоит еще 112 тысяч квадратных метров жилья. Но при введении малоэтажного строительства это весьма сложно. Ситуация изменится, если областная власть все же услышит муниципальную. И в Архангельске начнется строительство социальных многоэтажных домов. В Архангельске продолжается двухмесячник по уборке города. Жители Соломбальского и Маймаксанского округов вышли на борьбу с мусором. Насколько успешно, расскажет Екатерина Грициенко. Мусор должен быть в контейнере. В этом уверен житель Соломбальского округа Владимир Захаров. Однако сознательности отдельных горожан недостаточно для того, чтобы сделать весь Архангельск чистым. Никто не убирает. Мы регулярно платим за уборку. Контейнеры вообще недавно поставили. Наверное, месяц где-то назад. А так вообще контейнера не было. Здесь куча была грязи. Для Архангельских улиц такая картина далеко не редкость. А дорога в ближайший двор порой становится для прохожего настоящим испытанием. Калоши нынче не носят. Однако выглядят они куда более эстетично, чем современные бахилы. Хотя на что только не пойдешь, чтобы спасти обувь от такой грязи. Управляющая компания, в чьем ведении находятся придомовые территории, принимать кардинальные меры по их облагораживанию, увы, не торопятся. Однако и сами жители не должны оставаться в стороне от наведения порядка во дворах. Создание совета дома – вот способ контролировать УК и требовать от организации качественного исполнения своих обязанностей. Ежемесячно составляются такие акты. по каждому многоквартирному в дому, где председатели совета домов конкретно оценивают работу каждого сотрудника, когда указано, что невдовлетворительно. В соответствии с этим не выплачиваются премиальные и даже снижается заработная плата. В Архангельске продолжается двухмесячник по уборке улиц. Силами муниципалитета ведутся работы во всех округах, от центральных до отдаленных. В настоящее время у нас в рамках контракта уже убирается территория, достаточно большие территории. Заключен контракт у нас на механизированную уборку, на ручную подборку мусора с территорией общего пользования. Работы ведутся. Выходить на субботник или просто не бросать мусор на дорогу. У каждого из нас своя лепта в поддержании чистоты Архангельска. Главное помнить – уважение к себе начинается с уважения к городу, в котором живешь. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Руслан Симушин. Масштабный ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей при софинансировании городского, областного и федерального бюджетов проводится в соответствии с новыми стандартами. Сегодня выполняются работы по устройству кровли, утепление чердаков, устройство фасадов. В планах подрядчика установка современной вентиляции и сантехники, теплых полов, а также… Гидравлика проведена. Сейчас идет монтаж стояков в системе отопления. Окончание выполнения сроков у нас по графику первоначальному, который стоит июнь месяц. В него мы укладываемся. Обеспечение детей местами в детских садах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. Для ликвидации очереди в детсады в Архангельске создана дорожная карта. И по этой дорожной карте мы проводим реконструкцию детского сада, здания детского сада Наполина Осипенко. В скором будущем в этот детский сад мы сможем зачислить 220 детей. Таким образом, очередь в детские сады на 220 мест, она будет уменьшена, что, конечно же, будет способствовать выполнению дорожной карты и тех планов, которые определен муниципалитет. Также в Архангельске разрабатывается проект строительства нового детского сада в Соломбале. В целом, мероприятие, предусмотренное дорожной картой, позволит в ближайшие годы создать в Поморской столице более 2000 новых мест в детских садах, таким образом ликвидировав очередь в дошкольные учреждения для детей от 2 до 7 лет. Делегация Архангельской области встретила День Победы в Крыму. Представители нашего региона, ветераны, чиновники, журналисты побывали в Севастополе, Феодосии, Алуште. О подробностях визита участники поездки рассказали на пресс-конференции. Поездка официальной делегации Архангельской области в Крым и обратно заняла всего 26 часов. Но даже за столь короткое время между полуостровом и нашим регионом удалось перекинуть мостики дружбы. Группу северян из 14 человек возглавлял ветеран войны Николай Кирейчев. В май 45-го он встретил в Киеве, на советской земле. Спустя 69 лет он вновь принял участие в Параде Победы, шагая дорогами своей страны. Такого ликования, которое я видел этот раз, это такое ликование было только в день Победы 9 мая 45-го года. И причем такая дружба, которую они нам своей душой показывали, что они не только нам, как родные братья, они еще выше всего. За время визита наша делегация успела решить и ряд практических задач. Так представители агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области смогли оценить туристический потенциал Крыма и его возможности по организации детского отдыха. Со своей стороны мы рассказали крымчанам о том, что у нас действуют на сегодняшний день такие программы, как субсидирование детей для оздоровления в детских учреждениях. Но для этого надо пройти определенные требования, подать заявку, и тогда наши школьники, уже отсюда уезжающие, родителям будет непосредственная компенсация. В этом году, я надеюсь, что начнется этот обмен, а в следующем году уже, я думаю, что эта работа будет построена, отлажена, и наши дети целенаправленно поедут в республику. В этой связи встает вопрос о транспортном сообщении между двумя регионами. Если железнодорожная проблема с Украиной еще не урегулирована, то ситуация с первым авиарейсом Архангельс-Симферополь проясняется. С учетом подписанного распоряжения на федеральном уровне и, так скажем, планируемых субсидий, данный рейс должен состояться у нас где-то в 20-х числах июня. Помимо того, что у нас политеатурористические группы, у нас есть некие практические шаги, связанные с сотрудничеством наших университетов. Наши оборонные предприятия занимаются уже неким ресурсом, который берут в том числе и в Крыму. Накануне праздников в Крыму уже побывала делегация Севмаша, дабы сагитировать местных специалистов на работу на предприятии. Только в этом году в связи с увеличением оборонного заказа потребность северодвинского гиганта в кадрах составляет почти 1700 человек. Подходящих профессионалов готовят техникумы Феодосии и Севастополя. Алексей Карельский, Руслан Симушин, Сергей Минин. Панорама Севера. Сегодня в рубрике «Тема дня» мы остановим ваше внимание на проблеме неуплаты алиментов. В Архангельской области стартовала акция регионального управления Федеральной службы судебных приставов «Вспомни о ребенке, заплати алименты». Предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. С начала 2014 года в Архангельской области в отношении 426 нерадивых мам и пап возбуждены уголовные дела за уклонение от неуплаты алиментов. Доследственные проверки проводятся еще по 28 уклонистам. Как показывает практика, акция «Вспомни о ребенке, заплати алименты» является хорошим подспорьем в снижении этой статистики. Находится больше должников. Некоторые соседи, люди объявляют о том, что видели где-то должников, именно которые в розыске находятся. Должники, воспринимая ту информацию в СМИ, понуждаются к уплате задолженности по алиментам. Естественно, были случаи, в которых должники имели задолженность от 30 тысяч до 500 тысяч рублей. Начало снижаться количество исполнительных производств, находящихся на контроле у судебных приставов-исполнителей. Более трех лет, если эта цифра стабильно была около 17-18 тысяч исполнительных производств, то сейчас она составляет порядка 14,5 тысяч исполнительных производств. По традиции, в ходе акции «Вспомни о ребенке за платье алименты» судебные приставы-исполнители проверят имущественное положение должников, совершат рейды по адресам неплательщиков. Сегодня акция приобрела всероссийский характер и проводится во всех регионах России. В Архангельской области она продлится весь май. Почти 600 жителей Поморья стали невыездными из-за долгов по алиментам. А как считают архангелгородцы, каким еще образом можно привлечь к ответственности нерадивых родителей? Наш традиционный опрос. Первое – это, наверное, воспитание. Нужно, чтобы их любили с детства, и тогда они будут любить своих детей. И вопрос будет закрыт автоматически. Ну а второе – это принудительное. «Надо принимать такие законы, которые бы не позволяли нашим злостным неплательщикам выезжать за границу, совершать какие-то крупные сделки. Если у человека есть деньги, когда он это покупает, то в первую очередь он должен подумать о тех детях, которых он оставил». «Либо административное должно быть какое-то наказание, ну а злостными неплательщиками, скорее всего, уже уголовное». «Выставлять их на показ, чтобы им стыдно было. Самое активное слышал, где-то даже на спичечных коробках печатают фотографии. Думаю, довольно эффективно». «Я считаю, что можно создать базу данных специально для самых жестких неплательщиков элементов. И когда девушки с ними знакомятся, они могут с легкостью зайти в эту базу. Тем самым, если они увидят имя того, с кем они познакомились, то они будут знать, с кем они имеют дело». Сегодня экспертом рубрики «Тема дня» выступит заместитель начальника отдела Организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов Пархангельской области Михаил Осипов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как будет проходить акция «Вспомни о ребенке за платье алименты»? Акция будет проводиться с 12 по 30 мая текущего года. Преурочена она к Международному дню защиты детей. Судебные приставы-исполнители активизируют свою работу по исповеденным производствам, о взыскании алиментов. Будут проводиться рейды по дождикам, то есть по местам жительства дождиков. Будет активизирована работа по проверкам бухгалтерии на предмет правильности и своевременности удержания алиментов у дождиков. Будет также активизирована работа по выявлению имущества, которое принадлежит нашим дождикам. А скажите, большая численность должников по алиментам? На сегодняшний день остаток исполнительных производств, о взыскании алиментных платежей у нас составляет 14 500. Он у нас с каждым годом на немножко, но снижается. Какие меры вообще применяются к тем, кто недобросовестно относится к своему родительскому долгу? Во-первых, при возникновении задолженности судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, которое составляет 7% от задолженности, но не менее 1 000 рублей. И затем уже в зависимости от наличия имущества должника применяют к нему меры принудительного исполнения. Во-первых, это обращение взыскания на его денежные средства, это обращение взыскания на его имущество, выявление места работы должников и уже соответственно обращение взыскания на его заработную плату. Также в случае злостного уклонения от уплаты алиментов возможно возбуждение уголовного дела за злостное уклонение от уплаты алиментных платежей. Акция «Вспомни о ребенке за плате алименты» проходит уже не первый год. А как вы считаете, этот способ эффективный для привлечения таких родителей безответственных? Ну, смотрите, эта акция у нас уже проводится по крайней мере 7 лет. По крайней мере, один раз в год в течение этих 7 лет мы проводим такую акцию. И если в прошлые годы у нас остаток исполненных производств по алиментным платежам составлял порядка 17-18 тысяч, то на сегодняшний день он у нас 14,5 тысяч. То есть видно, что остаток несколько сократился, то есть количество детей, которые не получают алименты, их стало хоть немножко, но меньше. И в достижении этого результата акция это помогла. Но мы не будем на этом останавливаться, у нас очень много работы. Да, если смотреть статистические данные, то сегодня совокупная задолженность по алиментным платежам в Архангельской области составляет чуть больше 1 миллиарда рублей. То есть, представляете, да, цифры? 1 миллиард рублей наши нерадивые папа и мама должны своим детям, которых они оставили без своего внимания. Михаил, спасибо за ваши комментарии. У нас в студии был заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов Пархангельской области Михаил Осипов. Сегодня из печати вышел свежий выпуск газеты «Правда Севера». Вот о чем рассказывает старейшее издание области. «Неисправимые оптимисты» – так называется репортаж о семье Исаковых из Северодвинска. Накануне Международного дня семьи «Правда Севера» рассказывает об этом многодетном семействе. В этом году в параде победы на Красной площади принимал участие и архангелогородец Равиль Мингазидинов, курсант военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хурлева. Впечатления о самом главном параде страны от участника событий читайте на страницах свежего номера газеты. В этот вторник «Правда Севера» представляет фотоотчет из Севастополя, города федерального подчинения, где базируется Черноморский флот России. А также рассказ о том, какие перспективы сотрудничества увидели в Крыму представители архангельского бизнеса и есть ли у Крыма деловой интерес к нашей области. В рубрике «Закон и мы» ищите подробности пользования услугой «Мобильный банк». Например, если вы долго не пользуетесь сим-картой, обязательно отключите ее. Почему? Подробности на страницах «Правда Севера». Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Министерство культуры Российской Федерации утвердило план реставрации на Соловецком архипелаге. В этом году планируется выполнить проектные работы по 14 объектам архипелага. Будут также отреставрированы настоятельский и святительский корпус монастыря, Свято-Труицкий Зосима-Саватевский собор, колокольня и другие. Общая сумма финансирования из федерального бюджета на эти цели составляет 800 миллионов рублей. Помни о прошлом, живи настоящим и думай о будущем. Под таким девизом пройдет празднование 430-летия столицы Поморья. С 27 по 29 июня в Архангельске пройдут праздничные мероприятия. Открытый цирк на воде, традиционный салон-бал, праздничные шествия по Троицкому проспекту, концерты с участием известных артистов, выступления духового оркестра. По результатам конкурса 12 муниципалитетов получат субсидии на обустройство спортплощадок. Конкурс проводится с 2012 года. В 2014 году экспертная комиссия приняла решение о предоставлении субсидий 12 районам Архангельской области в размере более 13 миллионов рублей. Таким образом, уже в этом году в регионе появится 20 новых открытых хоккейных портов и площадок с уличными тренажерами. 14 мая в Архангельском парке аттракционов «Потешный двор» состоится открытие летнего сезона. Нововведение этого года. Карта гостя – дисконтная карта, которая дает владельцу право на получение скидок при посещении аттракционов парка. Стоимость дисконтной карты – 40 рублей. По понедельникам покататься на аттракционах можно со скидкой до 50%. Для всех младоженов в парке действует акция «Закружись от счастья». По выходным на территории парка будут проходить развлекательные мероприятия с песнями, танцами и играми. Будут проводиться конкурсы и викторины, сообщает пресс-служба мэрии города. 14 мая – день памяти северного писателя русского классика Федора Абрамова. 31 год как писатель ушел из жизни, но его книги, статьи, а также люди, близкие ему по духу, продолжают то, что он делал, и призывал делать других всю жизнь – будить человека в человеке. Федор Абрамов родился в Пинежском районе в деревне Верково, и эти места стали для писателя источником вдохновения, а люди – прототипами его тетралогии пряслины. Ответный визит на родину самого известного в мире помора. Сегодня в Архангельск прибыла делегация немецкого города Фрайберга. Напомню, 7 февраля там был открыт дом Ломоносова – первое и единственное здание, посвященное русскому ученому в Германии. Начался визит гостей из Саксонии со встречи с губернатором области Игорем Орловым. На парадной форме Фрайбергской горной академии, кстати, традиции носить ее уже больше 100 лет – молот и шахтерская кирка. Именно во Фрайберге в 1739 году Михаил Ломоносов постигал тонкости горного дела и металлургии. Ректор академии Бернт Майер подчеркнул – в Германии не меньше, чем в России, чтут научные заслуги самого известного в мире помора. Общая любовь к Ломоносову – основа для будущих совместных проектов. Наши планы, а с вашим федеральным университетом мы планируем подписать протокол о намерениях, связаны и с научным, и с образовательным обменом. Пока, к сожалению, во Фрайберге нет студентов из Архангельска. Хотим пригласить и ваших школьников к нам на учебу в летней научной школе. Немцы не скрывают, мы гордимся тем, что первый русский академик учился у нас. Ожидается, что немецкий Ломоносовский дом станет и площадкой научно-образовательного партнерства российских и немецких ученых в минерально-сырьевом и энергетическом секторах экономики. Я уверен, что то, что сейчас выстраивается между Архангельской областью, Фрайбергом, между домами Ломоносова во Фрайберге и в Архангельске – это та неразрывная ниточка, которая выдержит, сформирует вот эти отношения добрососедства, дружбы и все, что так необходимо людям. Завтра у гостей из Фрайберга насыщенный день. Впервые они побывают на родине Михаила Васильевича в селе Ломоносово, а вечером посетят Архангельский Ломоносовский фонд. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. В столице Поморья завершился турнир по футболу среди дворовых команд. Игру ребята посвятили Дню Победы. Потоптать вечно зеленый искусственный газон стадиона труд решили с 24 спортколлектива, то есть без малого 250 мальчишек в возрасте от 10 до 17 лет. Юные Роналдо и Месси выявляли лучших в четырех возрастных категориях. В каждой из них свои дружины выставила команда «Мэймаксанец» – сборная талантливых игроков из трех школ своего округа. Это для нас первый турнир. Мы надеемся победить в нем, занять призовые места. Для чего нужны такие турниры? Получать опыт, улучшать свои способности. В какой мере игрокам «Мэймаксанца» и их соперникам удалось проявить себя, вы узнаете из программы «Спорт тайм». Она выйдет в эфир в четверг в 19 часов на канале ТВ-центр. Далее информация о курсе валют. По данным Центробанка на 15 мая доллар США 34 рубля 71 копейка. Евро 47 рублей 62 копейки. Это была информационная программа «Панорама Севера». Далее программа в центре внимания. Сегодня на студии директор департамента городского хозяйства мэрии города Владимир Плюснин. Тема разговора – проблемы капитального ремонта многоквартирных домов Архангельска. Телефон прямого эфира – 639-717. Я Лен Кончарова с вами прощаюсь и желаю всего доброго. До встречи. Здравствуйте, с вами телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Весна – время ярких эмоций. Но бывает, если ты на рабочем месте, ты скучаешь и грустишь. Если там царит уныние, если только гладь датишь. Ты вставай скорее с места и к начальнику иди. И за тишину, за это хамство, быстро жалобу пиши. И о погоде на 15 мая в Архангельской области. Начнем, конечно же, с Котласа. Там сегодня плюс 10. Пасмурно, слабый ветер и без осадков в течение дня. В Плесецке плюс 7. Облачно и безветренно. И город Вельск плюс 11 на термометре. Пасмурно, ветер слабый. И о погоде в Архангельске. Весь день ясно, без осадков и слабый ветер утром. Температура воздуха плюс 5. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов. Вот, кажется, весна приняла более или менее устойчивое положение. Вечером плюс 4 на термометре. Вот и все. Хотя, да, песня. На последнем этаже из открытых окон Неземные голоса, как хрусталь, звенят. На последнем этаже ты, а я лишь кокон. Забери меня к себе, мне нет пути назад. До свидания. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин